приветствую всех по ту сторону экрана нам показали все карты дополнения и теперь самое время сделать обзор на них раньше я любил сразу как только что-то какие-то карты новые показывают сразу что там записать поговорить про них но очень часто попадал такую ловушку что какая-то карта с интересной механикой я сразу порождала очень бурную мою фантазию что а вот если там добавит какую-то еще карту там смею со смежной механикой то сколько всего будет но разумеется ничего этого не было и в общем то одно лишь разочарование поэтому я решил что вот самые оптимальные все карты выходят на все дополнение мы смотрим и можем уже сделать какие-то выводы так как карт много в один обзор их все не уложишь поэтому я решил их разбить на 4 по три класса ну и плюс последний класс плюс общей карты общей карты много обычно всегда больше чем намного больше чем у отдельно взятого класса и сегодня мы будем говорить о охотнике на демонов о друиде и у охотники поехали итак охотник к нам приходит в гости вместе с первой картой вопль скверны за единицу маны наносит единицу урона и существу и его соседям с похищением жизни сразу напоминает карту которую не столько помнишь по названию сколько по мелодия но здесь еще есть за грейд виде похищения жизни вроде не в но типа так карта была не такая же плохой магическая эта карта становится еще лучше вопрос что лучше загреженные или не загреженная карта мага загреженная карта демона охотника на демонов или не загреженные карты мага на самом деле не не столь очевидный просто потому что у мага намного больше энергии с заклинаниями поэтому там вроде как бы и в урезанном варианте она что-то могло лучше себя иногда проявлять но как мы знаем не сильно она себя проявлял просто неплохая единица была ну и соответственно здесь даже с похищением жизни я не думаю что люди начнут играть на охотники на демонов малегасов всевозможных ну или какие другие силы заклинаний поэтому просто неплохая карта вряд ли куда которая будет куда-то вкладываться по крайней мере из того что есть сейчас прощенный паре 23 существа за 2 значит после после того как вы разыгрываете карту со свойством избой получает плюс один плюс один мы довольно много видели карт которые изначально 23 но как-то что-то там подкачивают с какими-то вариантами ну или там единица до который от секретов например качается и мы знаем что в одну в отличие от единицы двойки они не очень-то сильно себя проявляют это вроде как бы неплохо до изначальные характеристики хорошо да потенциал есть но все же изгой карты не так часто играются и я не очень верю в соответственно вот в эту двойку норм норм какая-то прям классная чтобы нет за ним у нас следует акробатика за 3 мана вы берете две карты опять же напоминает карту мага но опять же есть еще и дополнить дополнительный текст если вы разыгрывать их на этом году вы берете еще две карты возможно ли это сделать да возможно если это какие-то дешевые карты какие-то единицы двойки может быть даже тройки получить четыре карта за 3 маны это шик блеск красота соответственно соответственно и карта неплохая карта в очень неплохо как минимум в какие-то агрессивные колоды как сильный сильный добор конечно есть момент что вроде охотник на демонов не сказать что уж прям мега агрессивный то есть да он агрессивный но у него в любом случае вкладывать какие-то плюс-минус дорогие карты там карты за 5 за 4 а может быть и даже больше при всей ты его агрессия акробатика за все же требует более более ранних карт хотя возможно что даже такие колоды можно положить акробатику просто потому что на типа но не разыграл ты не разыграл ты получил какие-то тяжелые карты но это же все равно неплохо все равно ты получил что то что ты можешь играть там что ты можешь забить этот ход и следующий довольно сильными какими-то существами поэтому ожидаю что акробатика найдет свое место в колодах ну и вообще для каждого режима она неплохая весьма следующая белая карта 3 манны ваш герой получает 4к атаки и неуязвимость до конца хода 4к атаки ваш герой получает это старая воиновские воиновская карта heroic strike да так называется ну короче 2 маны 4 урона но здесь еще за дополнительную единицу маны добавляют неуязвимость до конца хода странный момент да конечно неплохо если вы возьмете оружие которым можно несколько раз отковать за 6 и вроде можно чего угодно за чистить но это так себе это уже мы видели это было то же самое что например у то же самое оружие у воина за три плюс еще 43 женщина которая давала неуязвимость хотя какой-то момент это даже поиграла чуть-чуть это правда но мне кажется что уже прошли те времена и этого маловато для нынешнего хардсона это вроде как бы неплохо но для вот на данный момент я считаю что так карта довольно проходная единственный конечно момент что все же добавляет плюс 4к атаки им в последующем мы увидим карту которая может склонить вас к желанию вложить конкретно вот эту карту в колоду но посмотрим любители проскочить 3 маны 3 4 ваши карты со способностью со свойством изгоя стоит на единицу меньше стандартные 3-4 карты с способностью которая вроде как бы ну скажем так очень редко будет играть просто опять же но способность изгоя на не настолько сильно популярна не настолько часто играет чтобы вот прям вот она бы всегда комбинировала да редко редко и будет себя проявлять но соответственно просто 3-4 сейчас это наверное не то что стоит вкладывать поэтому опять же из разряда карта неплохая но недостаточно сильная если мы говорим про режим где мы должны собирать колу но арена она любит характеристики много белых карту охотника на демонов и смотрим следующую 3 маны 25 провокация и порча получает плюс 1 плюс 1 и похищение жизни первый раз когда мы видим новый новую способность а именно порчу как она работает вы для того чтобы активировать карту с порчей вам нужно разыграть карту которая стоит дороже то есть если мы говорим конкретно о ненасытный гончий то нам нужно разыграть карту за 4 плюс и тогда она станет 3-6 с похищением жизни сразу скажу 3-5 карта за 4 у охотника на демонов с похищением жизни это весьма солидная уважаемая карта для арены здесь она вроде как бы стоит 3 да на третий ход ты его не выставишь за три еще и лучшие характеристики момент за 3 ты ее не выставишь возможно но ты ее можешь там грубо говоря самый простой самый простой способ разыграть через монетку четверку она четвертый ход разыграть тройку плюс способность это сильно на арене очень хороша для ладера для дуэлей потенциально неплохо то есть есть возможность вложить данную колоду ударную карту в колоду следующем у нас идет оружием укус на 3 зима 32 за 3 изгой наносит единицу урона всем противникам мы уже вчера на стриме рассуждали о том что 32 оружие это имеет цену в общем-то два с половиной по умолчанию и от справедливая цена для таких характеристик на оружие здесь же за 0 5 маны мы получаем вот это свойство изгой наносит единицу урона всем противникам если бы это было изначально просто наносит единицу урона без изгоя то это явно бы было достаточно с изгоем ну достаточно для того чтобы сказать что это прям очень сильная карта с изгоем ну сами понимаете плюс минус вроде бы и нормально вроде бы и все же есть какой-то минус дополнительный все равно я считаю что карта неплохая не сверх великолепная классная но хорошая хорошая крепкая крепкий хорошист и последние белые карта для охотника на демонов 4 маны знаменитая фокусница 33 характеристики натиск предсмертный хрип призывает двух ассистентов 11 провокацией очень классный карт потому что слишком много в себе сочетает всего и все полезно все хорошо и вообще он реально она вот смотрите натиск 33 не сказать что это очень сильно для четверки для четверки слабоват но для тройки это нормально было бы помимо этого предсмертным крипом еще 2 достает то есть еще плюс 22 то есть в общей сложности 55 характеристики что неплохо для четверки уже солидно даже по нынешним меркам но если бы это были бы просто 11 то еще фиг с ними но тут то еще и провокация есть то есть вы в плане того что если вы защищаетесь то она вообще идеальная карта вы сразу же как бы и натиском кого-то убрать еще и две стеночки получили пускай небольшие но все же какой-то момент они могут себя проявить как-то полезно опять же слишком много хорошего текста в одной карте собирается поэтому карта безусловно отличные отличные для арены и говорить про режимы где вы вкладываете эту колоду эту карту сразу так слет не скажу что вот она будет везде играть но надо скорее всего будет играть уж опять же то что здесь сразу три существа в одном и можно четко ты там вот условная легендарная карта да у дракону охотника на демонов который качается вот убит существенно тоже же вариант есть какие-то варианты там с не ну ладно с добором не очень вариант но все равно все равно слишком много полезного текста нравится карта сильная карта не настолько чтобы уж прям оверпаун ты но сильная сильная хорошая карта переходим на синие карты бросок клинка за единицу маны наносит две единицу урона существу если она погибает вы кладете в руку временную копию этого заклинания то есть вы можете почистить весь стол состоящий из каких-то маленьких небольших существ правда и потратитесь достаточно на это заклинание да потому что всегда же она будет стоить единицу то есть можно еще и что-то раскачать им теоретическим теоретически но я имею ввиду например авантюриста 2 2 существо которое за каждую карту она грейдится на плюс 1 плюс 1 конечно фантастика немножечко но все же стоит об этом поразмыслить сама по себе карта хорошая но при этом справедливая я не вижу в ней какой-то прям перебор если мы конечно не говорим о дуэлях режиме дуэли потому что там если мы находим удешевление всех заклинаний на единицу то это вообще какая дичь получается потому что ну как бы за нолик мы можем просто там бесконечно и и практически кидать при условии того что мы будем убивать но все равно это не такое уж прям условие если мы говорим о заспаме стола вот интересная карта сильная карта я даже на секундочку задумался а может быть из-за вот этой карты и я заодно к ней вот этой карты может быть все же стоит играть охотника на демона по на силе заклинаний потому что как бы и здесь буст очень сильный и здесь буст очень сильный плюс есть еще двойка которая обжигающий жар до готовность единицу а потом единицу и опять же со спал демжем она будет себя очень хорошо проявлять ну странно странно нет вряд ли конечно а хотя ну может быть не они не странно 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 ладно мы к этому еще вернемся есть еще идейка она прям на тоненького вряд ли она будет реализована но все же следующий у нас следующая вернее дама с клинками 6 маны 6 6 такой вот у нас клобочек натиск стоит единицу если атака вашего героя больше или равна 6 мега офигенная демон для дуэлей по крайней мере под нынешнюю абилку которые вы где вы можете чё-то поднабрать хорошая карта очень да в общем то она скорее всего везде очень хорошая будет потому что и я думаю с очень высокой вероятности она в ладере будет у нас мелькать ну потому что набрать 6 урона это не тяжело есть оружие 42 есть есть у нас на которой мы уже посмотрели карту а хотя опять же я не сильно то в нее верю потому что и мы еще увидим более интересную солидную да вот эта тройка но все аж возможно и под даму клинками тоже зайдет скобочек вряд ли да то есть даже думать особо нечего 66 за 6 натиском уже хорошо если она стоит заединить что это просто грандиозно очень сильный демон на самом деле не знаю наверное да настолько сильный что вы должны понимать что есть очень сильная настолько что мне нравится а есть очень сильные настолько что мне не нравится вот не нравится это когда вот переходит грань грань допустимого когда уже карта начинает на прям слишком быть наглой и мерзкой и противный и раздражающий вот мне кажется что с дамы с клинками она переходит вот эту грань и я это очень сильный карт который мне не нравится интересный момент у всех классов по три синие карты и две фиолетовые 2 2 эпичные у охотника на демонов почему-то наоборот две редкие и три эпичные ну ладно давайте смотреть на эпичные ходу ли носит 3 маны 4 1 боевый клич вы берете карту если разыгрывать ее на этом ходу ваш герой получает 4к атаки до конца хода опять же сочетается с предыдущей картой которые мы смотрели 4 атаки до конца хода понимать какая ситуация вот когда самом начале от карта вышла я смотрел на нее и типа норм но да вот этот эффект что вроде бы вот это вы разыгрываете она не она вроде бы хорошо но не настолько уж прям хорошо чтобы я бы строил ради этого ну вкладывал ее в колоду в серьезная колода а теперь уже вроде как будет по-другому смотришь потому что есть еще одна карта до которой мы уже говорили а именно акробатика который который реально солидная карта и вот вот это неплохо сочетается это неплохо сочетается так еще и можно дешевую по итогу разыгрывать шестерку постоянно вот это вот то есть вроде как бы целый набор получается состоящий из вот таких вот кусочков где самая дорогая карта в колоде вот эта шестерка которая даже за шестерку будет нормально но при этом в процентах 85 она будет именно играть как единица поэтому вот и опять же если бы я смотрел изначально на эту карт хадалиносца этого то ну не очень сильно классно так средненько непонятно сейчас я уже больше бы давал потенциалы ей 41 кстати просто берущий карту это хорошо ну так да в общем на мой взгляд конечно все эти карты склоняются создать такого прям дешевого агрессивного охотника на демонов следующий эпический персонаж у нас стальной палач 3 маны 4 3 элементарь что не сильно важно для охотника на демонов единственное что но возможно для арены потому что мы увидим еще карту которая элементарь зависит в будущем в общих картах вот здесь же порча напомню нужно разыграть карту которая дороже становится оружием оружие 43 за 3 это очень сильно не говоря уж о том что это очень здорово ну ладно даже за 4 оружие 43 от сильно затрит вообще потрясающе при этом и даже как тройка как именно существо она не такое же плохое то есть даже без текста 43 можно вложить в как можно разыгрывать если мы имеем все же возможность как-то разыграть его иначе а мы можем его и разыграть иначе то есть и это полезно и это полезно я намекаю на то что не не вся радость всегда в порче до порча приоритетней но это знаете как вот у друида выберите одно где есть какой-то условный там не сейчас скажу где есть дар природы например да который вам дает кристалла манны и где вы большинство времени разыгрывать как кристаллы манны а можно добры добор карт ну и соответственно добор карт тоже хорош вот здесь карты из того же случая да здесь у нас к сожалению выбора нет но она немножечко мне напоминает и опять же мы вспоминая сразу и демона вот это вот 66 за 6 все прям вокруг нее строится в значит в этом дополнение такое ощущение у меня карта солидная карт классная на арене замечательные в ладаре в но вообще в режимах игровых где складывай скал я тоже думаю что стальной палач весьма потенциально и последняя эпическая карта 7 маны призывает 7 или дарья 11 с натиском если все они погибают на этом году призывает еще 7 а тут тонкий момент который не всегда понятен потому что близарда в час так бывает сегодня работает так завтра работает так вообще не по объяснимой причине логику иногда очень трудно уследить но я в общем то о том что если или значит там что если разыграть эту карту когда у вас на столе кто-то есть то призывается 6 и если умирают 6 то это не засчитывается как 7 по идее если мы будем отталкиваться от магнаторидона на который призывает 13 на пустую ну да да скорее всего будет именно так работать просто это тоже знаете как занятый стол это значит смерть это же как майн-контрол текут с другой стороны нас учил что если у вас полный стол и вы достаете ментального дислокатора и он кого забирает то этот персонаж умирает вот он умею именно умирает не они исчезают а диск вроде как бы как исчезает никакого эффекта не происходит вот и скорее всего будет это именно так а соответственно вам нужен целый стол пустой и для того чтобы их разыграть для того чтобы получить 14 урона строго по столу но так очень очень непонятно то есть вы вообще не должны держать стол вы должны четко пассивно отбиваться очень странная карта очень странная хотя в общем то можно тройку вспомнить которая урон на но есть по три урона но там тоже может что-то не сработать короче не нравится вот мне нравится нет карта и я не считаю ее прям очень хорошим и много подобных карт уже видели и охотника на демонов их много не сказать что они прям мега играют часто не вроде бы неплохие а вроде бы и так себе а здесь я вижу что она даже немножечко хуже чем то что там есть за 5 ман и например или у у того же охотника здесь да за 6 ман такая же в принципе карта вот без дополнительного вот это вот если они погибают поэтому ну что вперед пройдемся по легам зан великолепная 5 ман и 5 3 боевой клич копирует крайне левую крайне правую карту вас руке то есть за 5 ман вы получаете добор в виде двух притом не просто добор из колода именно копирование копирование можно производить на карты какие-то легендарные которые не положишь две в колоде это очень больший сильный аргумент для того чтобы в условном каком-то контроля контроль охотники на демонов которые возможен там условно но через дифриса да вот этих вот где нет нет повторок или какой-то может быть вольном или может быть в дуэли теоретически что-то весьма может быть вот этот за и полезен сама по себе хорошая карта и можно легко сразу придумать куда ее вложить ну и конечно и для в общем-то арены не самые пускай сильные но 5 ман и взять две карты всегда хорошо вот есть конечно минус что у вас должны быть карты вообще в руке как минимум 2 чтобы хоть что-то скопировал но я думаю что это не учитывая что вы играете контроль или подобный подобный контролю колоды то вас скорее всего окажется две карты в руке ну и последнее мне кажется самая хайповая карта у охотника на демонов 26 характеристики ил генот похищение жизни вместо того чтобы восстановить здоровье вашему герою похищение жизни наносит урон героя противника огромный потенциал у этой карты просто колоссальный учитывая что у нас есть клинки которые нам дают похищение жизни мы можем сразу к этим клинкам на добавлять какие-то раскачку каких-то урона то есть ну хотя бы даже за единицу до двойной удар двойной удар накинул это еще плюс 4 плюс способность на нажал это уже получается у нас два от клинка плюс 4 плюс 17 с тем ты в лицо нанес еще и похищение жизни наносит 7 а ведь это комбинат ну очень нетрудная комбинация вообще не трудная комбинация из трех карт которые одну вы должны и вроде как бы можете и заранее вложить а можете все в один код вложить вас хватает man хватает маны 14 демоджи из ниоткуда можно вообще кучу всего напридумывать и тройка которая под изгоем становится единицей похищение жизни дает и вот мы уже видели за единицу карт хотя опять же не сильно то я в нее верю но все равно нет не говоря уж о том что прям можно какие-то реально большие тяжелые комбинации придумывать там чуть ли не через от и к ну ладно такая то может прям вряд ли получится но действительно сильная карта сильная с огромным потенциалом для какой-то арены может быть нет но вот именно для комбинационных режимов игры я думаю что я бы даже так сказал что возможно ее захотят понерфить через какое-то время возможно даже не в этом дополнение возможно чуть дальше когда что-то появится еще очень интересное на похищение жизни но есть вероятность что и сейчас вот мы посмотрели всего охотника на демонов ну и соответственно я на экране выставил те карты которые я наиболее бы всего на которые я обратил бы внимание очень забавный получил сразу но я думаю что вы меня поняли это то что дополнение на мой взгляд как усиляет охотника на демонов вот именно вот этими семью картами перепрыгиваем на друида начинаем с карт которые нам казали дуплетом ну и давайте мы их рассмотрим это солнечное затмение лунное затмение 2 заклинания за 2 маны солнечное затмение ваш следующее заклинание на этом году срабатывает дважды лунное затмение наносит три единицу существу ваше следующее заклинание на этом ходу стоит на 2 меньше давай сначала наверное про лунные поговорим полезная карта которая которая для комбинаций то есть учитывая следующее заклинание получается что она вроде как стоит 0 учитывая что есть еще такой персонаж как кельтас который вам позволяет вот крутить третье последнее заклинание будет стоить единицу а значит можно супер какое-то дорогое вписать а супер дорогих заклинанию друида предостаточно да и вообще друид большой любитель покрутить заклинание через ту же самую 58 призыватели зверей которые не пом как ее зовут вот которых зверей за 3 призывает в общем то тоже неплохо все это дело выглядит поэтому пока для друида востребован такое такие вот телодвижения востребованы ну и соответственно и лунные затмения полезно солнечные затмения но лунные затмения все же карта строго комбинационные сама по себе она ну ничего из особо не представляет солнечные затмения вроде бы тоже комбинационная карта но не зависят конкретно от таких архетипов не зависит от конкретно какого-то там кельтаса и прочего она просто требует после себя большую какую-то карту желательно ценой 8 за 10 к сожалению никак не получается это разыграть но можно конечно через какого-то условно туристы на или как-то удешевить такие возможности есть карт стоне говорю про туристы и еще же очень много может быть и никто и не помнит к что и кто это такой карта супер старая за 6 ман который понижает стоимость всех существ вообще всех карт вернее в руке вот такая карта была вольным и сейчас может быть у друида что-то как у друида есть понижение цены на единицу только так вот 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 но как-то как-то так себе получается но какой-нибудь какой-нибудь комбинации когда-нибудь найдут и можно и под десятку может быть за закинуть в любом случае солнечное затмение интересная карта лунные затмения интересная комбинационная карта посмотрим если самой луны если смотреть в на арене вот эти карты комбинации хорошо но без комбинации что они наверное не так хорошо наверное уже не стоит о них слишком на них обращать внимание когда вы собираете колоду на арене если под какой только свайп солнечные затмения использовать так как там по разному существу по существам противника строго вот но так последняя белая карта на друида в этом дополнение выберите эффект вы берете карту или призывает древний 22 порча срабатывают оба эффекта 22 плюс 22 так не в метру много уже видели не так сильно 22 берущий карту за 3 маны слабовато для нынешнего времени если скомбинировать получается неплохо но как бы сказать ты двумя 22 хочешь забирать стол забирать стол как-то через за севаджи рор ну то есть прибавка 2 урона к существам и лицу персонажем да как-то завершать игру но то есть играешь как бы не то что прям уж не то что агрессия на такой темп темп а здесь получается что ты вроде тройку должен разыгрывать чуть позже а такие колодки не сильно будут желать дорогие карты то есть больше чем 4 и соответственно и она не будет себя сильно проявлять просто как 2222 ну не знаю тут немного трудно определить потому что опять же не привычные вот этот новая механика порча но на мой взгляд это не очень сильная карта она конечно она хорошая для арены вообще все карты с порчей на мой взгляд очень хорошо для арены для комбинационных режимов для составляющих колод режимов ну так лунный амулет редкая карта друид за 3 мана ваш герой получает 4 к атаке до конца ходом все те же 4 атаки которые мы уже видели ну и порча он также получает 6 к броне и вот это вот неплохая карта если вы играете каким-то рамбо друидом где у вас есть тяжелые заклинания где вы пытаетесь там быстро быстро поднять свою ману потому что комбинация 4 атаки плюс 6 2 ранее за 3 маны на мой взгляд это весьма приятно при том именно 6 брони в первую очередь приятно но и 4 атаки дополнительным бонусом идут ну ладно так сказать за 3 маны 6 брони это ничего уж прям мега крутого ладно хорошо правильно правильно можно и 8 но все же дополнительные 4 атаки мне кажется это как сильно компенсирует это слишком как бы отдельно 4 атаки не полезно отдельно 6 брони не полезно но если это вместе соединить правда есть конечно карт который 44 тебе дает без какой-либо порчи но 44 за 4 это же намного хуже чем 46 за 3 но намного хуже а у вас есть эта возможность разыгрывать именно как 46 да иногда вам и можно будет просто 4 урона ну и разыгрывать от карт как 4 урона если вдруг противник на третий ход достает там супер напрягающие ваш ваше вас существо которое нужно необходимо даже так сказать убрать прямо сейчас но в целом эта карта может спокойно полежать стать под порчей но такое такое вот изначально я думал что она прям полезно полезно но вроде бы то ну ладно я все равно склоняюсь к тому что она полезно она хорошая хорошая неплохая комбинационная ну и для арены тоже нормально да и в темп не закинешь но много всего полезного дает она под порчи не совсем понятные теневая сова и маны 44 натиск стоит на единицу меньше за каждое заклинание что вы применили в этом матче с одной стороны есть куча вариантов друида которые разыгрывают миллион тысяч заклинаний и эту карту можно спокойно там за ноль разыгрывать без проблем но с другой стороны если вы собираете такого друида то вам ты не так сильно нужно существо 44 за 0 это как бы здорово но как правило могут найтись карты и поинтересней подобных друидов потому что очевидно что эти друиды они будут идти в каких какой-то лейт и лейтовые карты найдутся и поинтересней в то же время дешевые если как как ремувал расценивать то есть и дешевые ремувалы которые тебе нужнее в начале игры они в финале когда она станет супер дешевым вот поэтому странно это выглядит как какая-то некая комбинационная карта который можно что-то как-то забав эти возможно до копировать было бы прикольный и и но не знаю сомнительно потенциал большой но прямо сейчас выглядит странно если арена ну вам нужно три заклинания разыграть три заклинания разыграть это знаете ли тоже не самая то простая задача для арены на арене то больше существа идут приоритет ну там монет какая-то но такое средненько последние редкая карта уж мы коль закончили арены но здесь конечно очевидно что супер сильная для арены карта мега гипер потому что мы помним лопатня за 9 маны 99 с натиском и от карте считалось тир-1 картой до тир-1 ну да в первом блоке она была если мы какие-нибудь харзарену будем вспоминать не самое самое сильное но хорошие здесь мы за ту же мана получаем плюс 1 плюс 1 по характеристикам еще и провокацию жесть опять же медведь мы вспоминаем 7 маны 575 7 медведь был и он тоже был офигенный был из разряда одного одного из лучших здесь но там тоже был недостат здесь вообще никакого недостата здесь перестат я единственное единственное о чем можно подумать здесь есть варианты для того чтобы играть это на в ладере в других режимах в дуэлях явно классно будет ее поиграть когда у вас будет бонус все существа ценой от 5 и выше стоит 5 из грандиозно будет но это очень такой редкий момент надо для стандарта для вайлда для вайлда вайлда вайлд можно сделать то есть тезловат тезловатом тезловат эпичные карты на глазок 2 маны вы берете карту отгадывать стоит стоит ли следующая карта больше или меньше чтобы взять ее прикольный дизайн интересная задумка но вряд ли она будет особо играть по умолчанию как же две карты за два взять от хорошо но это не мозга свою уничтожающий какой-то эффект офигенная совершенно типа просто норм просто норму но здесь еще и не понятно как она что зависит угадайте не как-то я не верю что можно собрать строго колоду вот под то чтобы постоянно угадывать все равно вам придется к вероятностям обращаться еще и может быть вероятность того что она будет стоить столько же поэтому не не верю прикольно но не верю восьмерка щит кинария 8 маны вы получаете 8 в броне призывает случайное существо за 8 если мы будем говорить о случайном существе за 8 то в данный момент очень много подобных существ которые вам будут вас как-то будут защищать то есть много провокаций много каких-то на ладно натисков не так много то есть есть там рывок у тала кира есть похищение жизни с натиском от элементали шамана из плохих но не так много плохих там есть 81 плохая вот жреца есть 55 несколько персонажей но в целом восьмерки как обычно это довольно плотные сильные персонажи дополнительно еще 8 маны солидно если мы вспомним про такую карту которую мы смотрели в начале а именно солнечное затмение то комбинация этих карт дает нам 16 брони плюс 2 восьмерки что не может не радовать на мой взгляд вот кстати еще момент а что если мы под солнечным затмением разыграем лунные затмения следующее заклинание будет после лунного затмения будет стоить 4 или она будет стоить но будет понижаться на 4 она будет или ничё не будет или будет точно также на 2 потому что ну да скорее всего будет точно также на 2 потому что следующее заклинание после лунного затмения будет еще 1 лунные затмение вот и нивелируется ну да наверно скорее всего есть особо не будет работать ну и коль уж мы поговорили про лунные солнечные затмения мы сразу или бувы взглянем за 4 маны избранницы и луны кири я боевых клич вы кладете в руку Солнечное затмение и лунное затмение За 4 маны вы берете 2 карты Солидно приятно карты Как мы уже видели Не худшие в этой игре Полезные периодически И Но скорее всего Есть такое подозрение Что Будет вариант Когда даже Солнечное и лунное затмение По умолчанию в колодне будет входить Но будет входить это лего Просто как карта Которая дает еще 2 карты из ниоткуда Это полезно Это хорошо, это здорово Это value А value оно ценится в игре Ну и последняя карта для друидов Сирокрон Какое-то вообще Такое название 5 маны 4-6 Сразу вспоминаем за 5 маны 4-6 Друида медведя Который даже сейчас Все еще солидный Более-менее Провокация Предсмертный хрип Ваше случайное существо Получает Предсмертный хрип Призывает Сирокрона Очень-очень интересный момент Потому что опять же Он же провокация Соответственно Вы можете достать Какое-то существо А потом закрыть Это существо И противнику Будет необходимо Использовать заклинание Для того чтобы убрать Сначала существо За провокацией А потом его убивать Эту лего И не всегда Это будет Легко сделать То есть если мы рассматриваем Ситуацию С темпом То есть вроде бы не агрессия Где ты очень много Вкладываешь в начальные карты А именно в темп То есть прям Сильно-сильно Как ты давишь стол Какими-то более-менее Ценными существами Но при этом Не лейт То есть Вот такая Мид-рэндж Темповая колода У вас должна быть Он впишется Прям очень хорошо Мне кажется Что на арене Он должен вписаться Очень хорошо Но вам нужно Стартовых карт Побольше конечно То есть Блин Это Трудно Немножечко Возможно Меня понять Что вроде как бы Я предлагаю Не агрессию играть Но при этом Чтобы было много Стартовых карт То есть такой Странный моментик Странная колода Но действительно Вылью Отсюда можно Получить очень-очень Много И И мне нравится Лего Мне нравится Ее Тоже Такое ощущение Что эта карта Вот Граничит На уровне Неприятностей Для Хардстона Вот Ну и Завершим Мы Разбор Друида Выделяемыми Мною Картами Этого Класса Тяжело Было На самом деле Определиться Вот я Выделил Четыре Конкретно Сейчас Очень много Карт Которые у нее Граничив С тем Что Прям Норм И прям Ну Не совсем Вот Не уверенно Не уверенно Охотника На демона Было намного Проще Ну да Может быть Там еще Можно Вот Тройку Еще Добавить Может быть Но Тяжело Тяжело Понять То есть Если там С Легами Я еще Более Менее Уверен Что они Будут Нормально Восьмерка Уже Как-то Так Поэтому На мой Взгляд Много Хороших Комбинационных Карт Но Сами По себе Карты Не очень Сильные По умолчанию Все будет Зависеть От того Какой Еще Набор Карт Будет У друида В том Или ином Моменте В Стандарте Что Будет Что Будет Что Будет Где Будет Вот Последний Класс На сегодня И Первая Карта На Раскопку Единица 1-1 Боевый Клич Вы Раскапываете Секрет Счастливая Победительница Вполне Себе Справедливо Я Вам Могу Сказать Учитывая Те Карт Которые Сейчас Есть Это Не Выглядит Мега Сильной Раскопкой С одной Стороны С другой Стороны Полезно Для Колод Которые Играют Конкретный Секрет Ху Охотник А такие Колоды Ну Их Можно Можно И придумать Можно И Валдит Квоще Там Куча Всяких Разных Радостей В него Будет Но При этом Секрет Охотник Не Выглядит Мега Сильно В целом Поэтому Ну Норм Я Вообще Не Люблю Раскопки Потому Что Опять же Они портят Очень портят Арену Я не люблю Секреты Потому Что Вокруг Них Очень Неприятно Играть Но Ладно Это не вызывает Карта У меня Какой-то Ненависти Честно Говоря Она В нынешних Реалиях Она Справедлива И она Все же Какой-то Определенный Набор Имеет Где Там Тоже Нет Супер Легендарных Секретов Которые Делают Что-то Невероятное Поэтому Ладно Далее Мы сразу же Видим Секрет Новый Открыть Клетки Секрет Если в начале Хода У вас Под контролем Два существа Призывает Питомец Мы Смотрели Как Вчера Крепарин Играл И как У нее Этот Секрет Играл Очень Здорово Под Всякими Снейк Трапами То есть Змеи Которые Выходят И все Это Прям Выглядело Что Вау Вау Ну ладно Это Не Выглядело Вау Вау Но Это Выглядело Как Довольно Таки Легко Разыгрываемый Секрет На Мой Взгляд Нифига Такой Не Будет Если Я Представляю Арену То Это Вообще Я Прям Вижу Как Этот Секрет Висит Разыгран Был На Второй Ход И Висит Там До Седьмого И Шестого Хода И Он Так И Не Активируется И До Конца Игры Не Активируется Потому Что На Арене Ты Сражаешься За стол И Что У Тебя Будет Преимущество Два Существа Это Не Так Часто Бывает Вот Вернее Скажите Это Конечно Бывает Бывает Но Бывает И Что Вы Очень Стараетесь Это Сделать Но Вам Вообще Это Не Дают Соответственно И В Ладаре Есть Ребята Если Есть Ребята Которые Хотят Быстро Вашей Кровушки Попить И Стол Вам Не Будут Давать Забрать То Тоже Этот Секрет Окажется Бесполезный Вот Что Вот С Змейной Ловушкой Он Конечно Может Поиграть Но Это Вам Нужно Чтобы Змейная Ловушка Еще Зашла Поэтому Я Не Вижу Радости В этом Секрете Вот Такой Смассредники От него Довольно Просто Отыгрывать С Одной С Ладно От него Не так Просто Отыгрывать Иногда Ты Не Хочешь Бить По Существам Не Хочешь Но Тебе Приходится Короче Тебе Нужно Все время Играть Все время Не давать Охотнику Чтобы У него Было Несколько Секретов А если Несколько Секретов То тебе Ни в коем Случа Нельзя Оставлять Двух Существ И Нельзя Их Атаковать То есть Можно Их Заклинанием Убрать То есть Как много Выходов Нет Так Так себе Танцующая Кобра Две Маны Один Пять Порча Она еще И получает Яд Ну Один Пять За Две Маны С Ядом Норм Но Сказать Что Как-то Очень Сильно Для Ладера Нет Для Арены Да Неплохо Можно На четвертый Ход Разыграть Например Всегда Да Ладере Тоже Может Имеется Ладно Я все Говорю Ладер Ладер Но Надо Привыкать К тому Что Еще Дуэли Дуэли Это Немножечко Другой Режим Знаете Вот Тоже Карты О которой Не Очень Хочется Много Говорить Ну Нормальная Нормальная Иногда Потенциально Неплохая Арены Хорошая Ладерная Так Контактный Зоопарк Три Манны Призывает Долгоного Три Три Эффект Повторяется За каждый Ваш Активный Секрет Очень Плотно Как Минимум Вы Можете Достать Секрет На Второй Ход На Третий Ход Разыграть Контактный Зоопарк У вас Уже Будет 6 За Три Манны Это Уже Достаточно Для Того Чтобы Сказать Что Карта Хороша Мы У Друиды Рассматривали 2 2 Призывающие 2 2 И говорили Что Это норм Это Более Менее А Здесь Еще Дополнительные 2 2 Получается Поэтому Плотно 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 Хорошо Опять же Можно Комбинировать Можно Много Секретов Выставить Если Это Какие Неактивируемые Секреты Возможно Что У вас Просто Есть Существо Значит Просто Есть Секреты Зависящие От Существ Но При Этом Вы Не Разыгрываете Существа Соответственно У вас Стакуются Эти самые Секреты То есть Будет Вообще Замечательно Вот эти Персонажи Вообще Кстати Кстати Конечно же Идеально Сочетается С Предыдущим Нашим Секретом Который Мы Смотрели Ну да Ладно Хорошо Я Чуть Вот прям Вот посмотрел На Долгоногов На Контактный Зоопарк И вроде Как бы И открыть Клетки Становится Уже Более Приятной Картой Потому что Ну не Активируется Как она начнет Ну типа А как Только Мы разыграем Контактный Зоопарк Сразу и Открыть Клетки Становится Напряженная Карта Потому что Сразу Долгоногов Захочется Убирать А не Долгоногов Тоже Убирать Ну Нормально Сойдет Если бы Не было Контактного Зоопарка Открыть Клетки Было бы Мусором Зоопарком Так как Зоопарк Вообще Сам по себе Крутой Соответственно И клетки Неплохи Крайне Плотный Енистовый Люторог 5 маны 5-5 Звери С натиском По умолчанию Уже все хорошо Помимо этого После того Как это Существо Атакует И убивает Другое Существо Наносит Остаток Урона Героя Противника То есть Если мы Отправляем Отправляем Люторога В Рекруту Условного Или в Тотем То Мы Наносим 3-4 Урона Ну вообще Просто Кого-то Забираем Наносим Дополнительный Урон Здорово Здорово То есть Все Что написано На этой карте Все характеристики Все на свете Все сочетание Оно замечательное Оно еще и зверь То есть Как мы можем Плохо Говорить О этой карте Хороша Отлично Потрясающе Ярмарочный Танк 7 маны 8-5 Предсмертный Хрип Выстреливает Четыре Раза Случайного Противника Каждый Раз Наносит Две Деницы Урона По умолчанию Конечно Карта Не Очень Крутая Да Агрессивная Да Четкую Смертельный Хрип Полезно Имеет Но Смертельный Хрип Рандомный Ты Особо Не Поконтролируешь Самые Характеристики Для Семерки Ничего Великолепного Так Сойдут Есть Конечно Комбинации У охотника Который Может Поразвел Может Все Жаре Вольном Например Есть Охотник На механизмах Которые Все Дело Удешевит Можно Сделать Эту Карту За Сколько За Три Потенциально Что В скобочках Фиг Ты Сделаешь И Не Захочешь Вкладывать В ту Колоду Его Есть Лего Который Достает Механизм То Есть Выходов Много Выходов Много Еще Сегодня Лего Увидим Который Вроде Как Идеально С Этим Сочетается Все Такое Вот Комбинационное Непонятное Трудно Реализуемое Да Я Так себе Отношусь К этой Карте Она Неплохая Неплохая Сама По себе Для Арены Неплохая Но Для Ладера Она Не Очень Себя Мне Кажется Должна Проявить Слишком Много Заморочка Охотник Он Не Очень Любит Заморочки Как Мне Кажется Хотя Опять Если Повоскрешать Если Что То Еще Как То Сделать Ну Наверное Блин Слишком Много Заморочек Такое Знаете Вот Тоже Граница Граница Вроде Норм Вроде Эпическая Карта Животных Не Кормить Две Манны Зверю У вас Руки Получает Плюс Один Плюс Один Порча Зверю У вас Руки Получает Плюс Два Плюс Два Так Себе Карты Два Два Повесить Если Мы Будем Говорить О Темпе То Это Не Очень Хорошо Потому Что Мы Все Две Маны Отдаем Оно Были Карты Война Например На Провокации Что Вы Можете Разбафить Провокации В руке На Плюс Два Плюс Два Или Насколько Но Не Сильно Ты Помогала Не Помогала Не Помогала Не Так Часто Это Играли И Здесь Такой же Потенциально Можно Взять Какого То Люторога Который Дает Рывок Всем Зверям И Сделать Некое Подобие ОТК Потому Что Если У вас Будет 6 Зверей За Единицу 5 Зверей И Люторог То Вы Даете А еще И Два Раза Вот Это Накидать То Это Можно Кинуть Получается 6 6 На 4 24 Плюс Там Еще Каждое Существо Какую-то Атаку Имеет То Это Реально ОТК Но Это Нужно Собрать Непонятно Что Делать Все Ходы Ну Вы Поняли Ну Вы Поняли Для Ариен Так Себе Для Ариен У вас Редко Бывает Много Зверей На Сам Деле Я Сразу Вспоминаю Всевозможные Вот Эти Вот Хэнд Бафф Раньше Как Они Играли Что Там Много Было Хэнд Бафф Именно На Зверей Что Вот У вас Там Двойка Которая Один Один На Зверей Закинет И Она Вроде Бо Потенциально Классная Но Очень Часто Бывало Что У вас Нет Зверей В руке Для Арены Это Не Редкость Самоцвет Самоцвет Нзота 8 Маны Призывает 3 Ваших Существ Предсмертным Хрипом Погибших В этом Матче Такой Мининзот Мининзотик Вот Мы Можем Соответственно И Вспомнить Сразу И Семерку Ох Как Классно Будет Если Мы Воскресим И Вроде Как Классно Будет Что Мы Воскресим Но Нужно Сначала Потерять Нужно Еще Выставить А Их Это Не Очень Крут Все Дел Тяжело 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 Это Так Себе Прикидывается Можно Попробовать Колоду Блин Понимаете Да Вот Это Мое Ощущение Что Типа Ну Ну Как Норм Ну Как Быть Что То И Вроде Бо Выглядит Что Это Вау Здорово Но С другой Страны Это Понятно Что Это Венреть Будет 30% Этого Всего Вот Не Ладно Хорошо Сам по себе Самоцвет Дота Выглядит Перспективно Потому Что Охотник Любит Смертельные Хрипа И И Вот Это Можем Завершить Но На Арене Не Стоит Еще Одна Карта С Раскопкой Легендарная Карта Винтовка Ринглинга 4 маны 2-2 После того Как Ваш Герой Атакует Вы Раскапываете Секрет Применяете Его Справедливая Карта Неплохая Справедливая Все Опять же В колоды С секретами Можно И Вложить Очень Сильные Назвать Не могу Максима Подрывайстер 6 маны 4-4 Призывает Существо Из колоды Она Атакует Героя Противника А Затем Погибает А Опять же Сразу Нам Вот Ее Показывали Вместе С Семеркой Вроде Как Это Все Выглядит Все Очень Здорово Теория Ну На Практике На Практике Это Какая Колода Должна Быть Значит В вашей Колоде Не Должно Быть Никаких Существ Дешевых У вас Должно Быть Что То Ну Давайте Прикинем Вот Мы Вкладываем Собираем Всю Деку Дел Я Думал Думал Хорошо Это Неплохо Или Плохо Но Радость В чем В том Что Мы Уже Имеем Полные Колоды Уже Имеем Вообще Все Карты Мы Можем Прикинуть Что Как Чему Так Давайте Не будем Заниматься Теорией Рассматривая Отдельные Карты Давайте Мы Посмотрим На Колоду Соответственно Я Попытался По Быстрому Соклить Колоду Как Она Должна Выглядеть Плюс Минус А Вы Уже Соответственно Сами Примите Решение Выглядит Хорошо Или Так Хотите В этим Поиграть Или Не Очень Итак Значит Что Я Положил Ну Разумеется Я Положил Секретов Секреты Это То Что Будет Нам Давать Вначале Выживаемость И Значит Фризинг Трап И Конечно Пак Снейк Трап И Значит Новые Новые Animal Companion Чтобы Как Вначале Что-то Повыживать Опять же Существа Оружия Вложил Значит Положил Зоопарк Положил Зиксера Положил Оружие А Из Существ Которые Конкретно Можно Вкладывать Я Положил Исключительно Смертельные Хрипы Легендарную Которая Значит Легендарное Существо Со Смертельным Хрипом Которая Нам Будет Теоретически Его Доставать Шестерка Которая Будет Доставать Любое Существо Со Смертельным хрипом, который любой будет хорошо. Даже если там условный камин нам выйдет, то почему нет? Не говоря уж о десятке, не говоря уж о семерке. Вот. Ну, пятерка как-то так, чтобы в мидгейме повыживать. Я думаю, что все равно это полезно будет. Вот такой вот набор получается. Даже вот активацию какую-то положил. Конечно, это можно еще подрихтовать эту колоду. Можно. Но в целом она выглядит не так уж отстойно, если не смотреть на эту кривую. Но опять же, в начале мы должны быть довольно сильны за счет секретов. Так что, если вдруг захотите если захотите поиграть, я даже скот на данную деку оставлю. Лучшие карты класса я выписывать не буду. Соответственно, что я положил в колоду, то я уже считаю потенциально хорошим. Ну и дополнительно, конечно же, стоит единственное, что вот эту единицу о ней вспомнить. Ну и о пятерке вспомните. Выглядит как весьма солидно. Ну и собственно все. На этом у меня первый обзор классов завершается. ставьте лайк, подписывайтесь. Все как обычно. Ну и здесь следующего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok